Всем привет и добро пожаловать на мой канал, меня зовут Юля, и в этом видео мы с вами будем скрывать вот такой вот здоровенный новогодний бьюти-бокс. Это реально тяжелая коробка, здесь полным-полно всего. И здесь нам обещают, что в составе будет 22 средства и стоимость наполнения 17 тысяч рублей. Я, честно говоря, отношусь с небольшим таким предубеждением, когда бренды заявляют такую стоимость своего наполнения, потому что чаще всего она либо не оправдывается, то есть она не набирается, либо же она набирается за счет каких-то суперпереоцененных средств, которые на самом деле столько не стоят, и которые ты за такие деньги по факту никогда и не купишь. Так что мне очень интересно сейчас посмотреть, что же тут внутри такое, что за золотые горы нам тут обещают. Если вам тоже любопытно, то оставайтесь вместе со мной и поехали. Ооо, первое, что я вижу, это не косметика. Первое, это вот такие вот витамины от бренда Urban Formula Skin Hair and Nails. Это биологически активная добавка с биотином, соответственно, для волос, ногтей и кожи. Эти бады я уже встречала в другом бьюти-боксе, я их пропила, они мне понравились, и больше того, я один или два раза даже самостоятельно их за свои деньги приобретала. И, кстати, здесь по поводу упаковки, на самом деле здесь 30 штучек идет этих витаминок, и они занимают примерно одну треть. То есть все это пространство, оно по сути просто пустое. Я не совсем понимаю смысла подобной упаковки, мне казалось, что быть может. Есть просто больший объем, и он заполняет банку полностью, но сколько я не искала, например, на сайте Золотого Яблока, я везде находила объем только 30 штук. В общем, непонятно, что с упаковкой, но бады, в общем-то, неплохие. Следующее, что мы находим в этом бьюти-боксе, это вот такая вот мицеллярная вода от бренда Dermedic, если я правильно понимаю. Здесь у нас объем 200 миллилитров, и предназначена эта мицеллярная вода для очень сухой кожи, требующей интенсивного или же дополнительного увлажняющего ухода. И также на сайте этого самого бьюти-бокса написано, что эта мицеллярная вода не раздражает глаза, она гипоаллергенная, не сбивает поры и не оставляет пленку на коже, смягчает и удерживает влагу. В общем, много обещаний, не совсем понятно, правда это или нет. У меня в последнее время очень чувствительные глаза, я сходила к окулисту, оказалось, что у меня вообще аллергия на глазах. До этого мне ставили совершенно другой диагноз, и сейчас я вообще сменила весь свой уход в плане очищения мицеллярную воду, гидрофильную на аптечные гипоаллергенные средства. Сейчас я чуть-чуть подлечусь и попробую эту мицеллярную воду, и потом расскажу, даст она какую-то реакцию или не даст. Действительно ли ее можно использовать вот таким вот несчастным аллергикам, как мне. Следующее средство манит своей яркой большой коробочкой, и насколько я понимаю, это как... Это... А, это скраб. Я, честно говоря, думала сначала, что это может быть какой-то набор масочек. Так, ладно, давайте посмотрим, что это за скраб. Написано, что это бренд Алена Миллен. Ох, чувствую, меня закидают помидорами за все эти произношения неизвестных мне брендов. Ладно, в общем, это специальный скраб для тела кофейный с эфирным маслом сладкого апельсина. Кофейный скраб — дело хорошее, это всегда дело очень вкусное, а в сочетании с апельсином вообще получается просто новогодняя сказка. Внутри в составе нам тут расписывают, что есть кофейные зерна арабики, гималайская розовая соль, эфирное масло сладкого апельсина, масло жижаба, масло авокадо, масло макадабии, экстракт сосны, масло можжевельника, масло луговой мяты и масло бергамота. Следующее, что мы находим, это вот такие вот патчи для зоны вокруг глаз. Бренд называется Кинпур, если я правильно произношу. Помидоры точно в меня полетят, я поняла, это сегодня моя судьба. И патчи, соответственно, с гиалуроновой кислотой. На сайте написано, что эти патчи увлажняют зону вокруг глаз, помогают избавиться от отеков, разглаживают мелкие морщинки, питают кожу и выравнивают свет. Так, ладно, дальше, дальше, дальше. О, дальше мы находим энзимную пудру. Это не частый гость бьюти-боксов, обычно все-таки туда кладут либо какие-то маленькие умывалочки, какие-нибудь как раз-таки кислотные средства, а тут у нас прямо-таки энзимная пудра. Бренд называется Люмерика, и также здесь еще написано, что pH данного средства составляет 5-5.45. Ой, ох уж мне этот pH, не знаю, зачем он энзимной пудрит, честно говоря, но, наверное, какой-то смысл в этом есть. Так, следующее средство, это бренд Dr. Circle, наконец-то что-то, что я знаю. И это микрокапсульный крем для зоны вокруг глаз с прополисом. И, если я правильно понимаю, здесь нас ждет не только крем для зоны вокруг глаз, но еще и какой-то мини-гаджет. Хопа! Внутри коробочки, как я и говорила, оказался сам крем и вот такой вот мини-аппликатор, видимо, для того, чтобы делать себе небольшой массаж и по ходу дела распределять заодно этот крем. Этот аппликатор, кстати, холодный, что приятно. Так, что же нам тут обещают? Крем из-за своей текстуры напоминает сыворотку, увлажняет область вокруг глаз, придает ей сияние. Капсулы гидролизированного коллагена безопасно и быстро доставляют витамин С в клетки кожи, что обеспечивает интенсивное питание. В общем, приятное средство, мне нравится, что оно такое очень влажненькое, напоминающее действительно сыворотку, и с вот этим гаджетом, я думаю, вообще будет очень даже прикольная спа-процедура. Я точно втянусь. Следующее средство, снова не декоративная косметика, я тут подсмотрела, чуть-чуть депор у нас все-таки будет, но, правда, в совсем небольшом количестве. Итак, следующее средство это несмываемая сыворотка для волос, называется она жидкий кератин. Она будет облегчать расчесывание и подходит для ежедневного использования. Нам также, кстати, еще говорят, что у нее будет очень приятный запах, давайте ее понюхаем. Зачем, правда, нюхать несмываемую сыворотку для волос, я не знаю, но с другой стороны, если она несмываемая, то запах у нее должен быть приятный, а иначе будешь ходить вонять, и тебе это, конечно, не понравится. Так что смысл есть, нюхаем. Запах реально потрясающий, слушайте, не обманули. Пахнет какими-то сладкими конфетками или жвачкой, чем-то очень-очень приятным, но при этом освежающим и ненавязчивым. Все, все, я знаю, что я буду использовать в следующий раз, когда помою волосы. Так, дальше, дальше я нахожу здесь две маски, я думаю, не будем на них долго останавливаться. Первая маска, это вот такая маска LifeCode, тканевая омолаживающая маска для лица и шеи с пептидным комплексом Cell Detox. И вторая маска, вот такая вот, это очищающая маска. Насколько я понимаю, она, видимо, глиняная, давайте сейчас посмотрим на сайте. Да, это действительно глиняная маска, в состав входит кимерическая глина, спирулина, пудра апельсина и альгинат водорослей. Следующее, что мы находим, это вот такой вот совсем маленький миниатюрненький бальзамчик для губ с мятой. Бальзам для губ это всегда вещь крайне полезная, у меня крайне сухие губы, и потому вот эти вещи я просто распихиваю по всем сумкам и никогда в итоге не испытываю в них недостаток. Пахнет мятой и чувствую, что будет наверняка немножечко охлаждать губы. В общем, полезная и приятная вещь. Следующее, что мы находим, это вот такое вот комбо, это две миниатюрки по 30 мл, шампунь и кондиционер для волос. Бренд называется Иви Профессионал, и, насколько я понимаю, это средства из мужской коллекции. Средства эти с ментолом, и предназначены они, насколько я поняла, для глубокой очистки кожи головы. Предлагают нам использовать этот шампунь, видимо, один-два раза в неделю, чтобы один раз хорошо в неделю очистить свою кожу головы и потом уже пользоваться своим обычным шампунем. Я, наверное, пожалуй, так и поступлю, потому что те вещи, что глубоко очищают кожу, они могут ее также, наверное, и подсушивать. Давайте хоть что-нибудь уже вытащим из декоративной косметики, а то моя душонка уже начинает страдать. Так что, с вашего позволения, я немножко подсмотрела и взяла первое, что мне попалось из декоративной косметики. Это у нас вот такая вот подводка для глаз от бренда Vivienne Sabon Cabaret Premier. Это подводка черного цвета, и это вариант waterproof, то есть водостойкой подводки. У подводки, кстати, оказался фетровый наконечник, предупреждаю вас сразу. Лично я больше люблю аппликаторы в виде кисточки, но знаю, что не все разделяют мое мнение. Дальше достаем снова декоративную косметику, гип-гип, ура-ура-ура, и это у нас снова Vivienne Sabon, и это матовая помада Femme Fatale. Оттенок здесь 0,8, и это какой-то такой холодный сливово-фиолетовый оттенок. В общем, очень яркая, конечно, помада для меня, я такое не очень люблю, но я знаю человека, которому я, скорее всего, ее отдам, и кто любит подобные цвета. Следующее, что я нахожу, это какая-то такая интересная, не совсем понятная вещичка. Это тубус, в котором что-то лежит, и написано, что это прозрачный фиксирующий гель для бровей и ресниц. Давайте откроем. Опа! Выглядит интересно, выглядит прикольно, единственное, я не совсем понимаю, зачем фиксировать прозрачным гелем ресницы. Если вы знаете, напишите, пожалуйста, в комментариях. Пока что я это вижу чисто как гель для бровей. Зачем им укладывать ресницы, для меня очень большая загадка. Следующее, что мы находим, снова декоративная косметика, снова радуется наша маленькая душонка, и это тушь для ресниц, которая придает длину и объем. Это бренд Дом природы, Beauty Minerals, называется тушь Wow Lashes Bluemazing Mascara, и, насколько я понимаю, это тушь коричневого цвета. Она, кстати, очень странно закрыта, точнее, она плохо закрыта, и я боюсь, как бы она из-за этого, кстати, не была подсохшей. Да нет, вроде нормально, вот такая вот у нее большущая щеточка, моим ресницам на самом деле глубоко все равно, какая щеточка. У меня ресницы ведьмы, они достаточно хорошие сами по себе, и испортить их сложно. Коричневые туши я люблю, это обычно всегда такой очень натуральный эффект, когда хочешь накраситься так в стиле нюд, не очень кричащий, не очень ярко, но при этом особенности с какой-нибудь коричневой стрелочкой и с палетками типа Charlotte Exeter Eyes вообще смотрятся просто потрясающе. Но, кстати, это похоже какой-то, видимо, брак упаковки, потому что я сейчас снова закрыла свою тушь, и она снова закрылась очень как-то коряво. А, ну тут и тут ограничитель стоит коряво, я поняла, в чем дело. Ладно, я, видимо, потом буду этот ограничитель на место возвращать, и думаю, тушь тоже придет в порядок. Следующее, что мы находим, это бренд Ilana, и это маска для волос с кератином и молоком. Предназначена она для поврежденных и лишенных силы волос, придает эффект ламинирования. Я, сколько не использовала маски для эффекта ламинирования, ни разу этого эффекта на волосах так и не увидела, но маска для волос это всегда очень полезная вещь. Я такие вещи использую литрами, на мою длину нужно много, так что эту вещь я точно до конца добью. Дальше снова находим какую-то вот такую большую банку, пока непонятно, что там. Ага, это оказывается большущий, здоровенный крем для ног против натоптышей. Объем здесь 300 мл, предполагаю, что он, наверное, с каким-нибудь ментолом. Обычно такие средства всегда носят охлаждающий эффект. Ну да, действительно пахнет. Знаете, чем пахнет? Пахнет средством для бритья мужским. Тоже такое с ментолом, тоже какой-то такой сильный мужской запах. Ну, в общем, не знаю. Я, честно говоря, такие вещи не очень люблю. У меня, если ноги очень сильно устанут от каблуков, я обычно потом использую не вот такой вот крем, а просто иду в ванну и там ноги спокойненько привожу в порядок. Дальше мы находим две вот такие вот совсем малышечки. Это сыворотки для волос. Одна называется маникюр для волос, другая называется жидкий шелк. Следующее, что мы тут находим, это маска для лица на основе коалина с английской солью и целебными травмами. Предназначена она для зрелой кожи. Следующее средство это баттер для рук. Называется он морская волна. И бренд это Fabric Cosmetology. Давайте сразу откроем. Баттер для рук дело всегда полезное. Пахнет действительно какой-то морской волной. И, ну, вполне приятный, увлажняющий такой баттер. Он очень-очень, кстати, такой питательный. Он далеко не сразу впитывается, но оно может быть и хорошо. Потому что зимой руки сохнут просто невероятно страшно. И различные крема, скрабы и прочее. Это вот единственное, что вообще мою кожу рук хоть более-менее спасает. И предпоследнее средство в этом боксе. Это вот такая вот увлажняющая эмульсия база от бренда Королькова. Вот такое симпатичное оформление у этой базы. И белый цвет. Очень легко распределяется. Судя по ощущениям, это какая-то прям-таки увлажняющая база. Увлажняющая база дело всегда хорошее. Особенно если кожа сухая, то это вообще не вещь, а палочка-выручалочка. Так, что же нам тут обещают от этой базы? Эта база увлажняет, питает, препятствует потере влаги, повышает эластичность кожи, восстанавливает гидролипидный баланс кожи, подготавливает к нанесению макияжа и продлевает его стойкость, подходит для всех типов кожи и рекомендуется для применения на коже лица, шее, в области декольте, а также в области вокруг глаз и губ. Я, конечно, очень сильно сомневаюсь, что эта база все это выполняет. Особенности, что она восстанавливает гидролипидный баланс кожи. Мне кажется, это вообще ни разу не задача базы для макияжа, но, ну ладно, может быть, она действительно что-то подобное и делает. И последнее, что мы находим в этом боксе, это вещь для меня крайне любопытная, я никогда подобного еще не пробовала, и это минеральные пигменты от бренда Mini Cosmetics. Здесь два оттенка, первый оттенок это лунный свет, и второй оттенок это вечернее свидание. Слушайте, ну похоже, действительно не соврали, текстура реально интересная. Здесь просто какой-то супер мельчайший, примельчайший помол, при этом, когда начинаешь это дело наносить, оно отлично просто растирается по коже, при этом не летят осыпашки во все стороны, и получается прямо-таки невероятно тоненькая-бретоненькая текстура. Я не уверена, что где-то вообще встречала настолько тоненькую текстуру. Такое ощущение, что у меня на руке вообще ничего не носено. Я думаю, такая текстура точно будет интересна бьюти-маньякам, визажистам, и, возможно, это еще неплохо ляжет на кожу жирную, но это пока не точно. Первый оттенок лунный свет, он на самом деле такой, он в баночке кажется белым, но по факту он отдает в розовый. Думаю, это прямо-таки классная вещь для каких-то интересных макияжей. И второй оттенок, который называется вечернее свидание, это такой бронзово-коричневый оттенок с маленькими золотистенькими блесточками. В общем, большое спасибо, что это нестандартный коричневый матовый, который нам уже нафиг не нужен, и который есть практически в каждой палетке, и нестандартный цвет шампанского, а вот такой вот любопытный какой-то розоватый оттенок. Ну что ж, все, в нашей коробке больше ничего нет. Я сейчас отлучусь, подсчитаю стоимость всего нашего наполнения и вернусь к вам. Ну что ж, ребята, я к вам вернулась, и я пока в небольшом таком замешательстве, потому что не совсем понятно, как именно считать эти средства, потому что на многие из них цены сильно разнятся. Есть цена полная, а бывает цена скидочная, и эти стоимости порой различаются очень сильно. Например, по-моему, на вот этот вот крем для ног стоимость где-то была 900 рублей, а на зоне 350. И, соответственно, вопрос, а по какой стоимости мне, собственно, сейчас считать это самое наполнение? Я подсчитала обе стоимости, чтобы нам с вами было интереснее. Единственное, что должна сказать перед тем, как озвучу стоимость наполнения, я не учитывала, естественно, вот эти вот миниатюры. Также я не учитывала 30 мл шампунь и кондиционер, просто потому что такой размер не продается. И также я не учитывала стоимость энзимной пудры, потому что я ее не нашла. Мне кажется, это будет примерно 500 рублей, и примерно такую стоимость мы с вами и добавим. Итак, первая стоимость — это стоимость на скидках, то есть стоимость, по которой, скорее всего, будет приобретать любой адекватный пользователь, который, естественно, хочет взять себе подешевле и получить побольше выгоды. Такая стоимость — это 14 850 рублей. Конечно, это не 17 000 обещанных, но все же стоимость очень даже приличная. Сам же бокс стоит 5 150 рублей, то есть вы в плюсе на почти 10 000 рублей. Если же мы считаем стоимость полную, то есть без каких-либо скидок, то у меня вышло 16 450 рублей. Если мы добавим примерную стоимость пудры 500 рублей, то, в принципе, те самые обещанные 17 000 у нас и получатся. Если брать за основу эту стоимость, то в таком случае мы вообще в плюсе на 12 000 рублей. Ну что ж, могу сказать, что бокс действительно выгодный, бокс действительно интересный. Больше всего меня, пожалуй, удивила стоимость мицеллярной воды, которая вышла в 1000 рублей, то есть это цена аптечной мицеллярной воды. Также меня очень удивила вот эта база Королькова, которая стоит 2800 рублей. И также очень большую часть стоимости составил вот этот крем от бренда Dr. Suracle, который 3900 рублей. Бинго! Огромнейшая цена, но, в принципе, Dr. Suracle никогда и не был бюджетным брендом. Мне бокс, в общем-то, понравился. Здесь у нас есть и средства для волос, и бады, и декоративная косметика, и средства для тела, для лица, для зоны вокруг глаз, для губ. В общем, мне кажется, в принципе, этот бьюти-бокс покрыл практически всё. Очень много неизвестных мне брендов, но это и хорошо будет повод познакомиться. На этом буду заканчивать это видео. Большое спасибо всем, кто досмотрел его до конца. Если оно вам понравилось, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал, и всем пока-пока!